сейчас вы услышите накамерный звук который записан на фотоаппарат sony rx 105 серии он без микрофонного входа вот так он записывает собственно звук понятно что звук такого качества не слишком приятен для воспроизведения основной звук на данном видео записан при помощи lumix g4 при помощи его петличного микрофона через микрофонный вход вот так звучит рекордер zoom h5 который находится здесь на столе он тоже записывает звук в данном видео и вот так звучит запись на третью камеру это canon g7x которая находится на расстоянии ну наверное порядка трех метров и вот таким образом записывает звук как сделать хороший звук в ваших видео добрый день дорогие друзья и сегодня мы поговорим о звуке прежде всего для большинства зрителей для большинства youtube каналов нужен просто нормальный звук достаточного уровня качества не нужно искать идеальный вариант не должно быть эффекта эхо не должно быть накамерного звука из-за которого приходится напрягать слух чтобы понимать о чем рассказывает автор то есть ваши ролики должны восприниматься зрителями не напряжно просто без необходимости прислушиваться чтобы отделять шум от речи и от каких-то других важных звуков поэтому необходимо обеспечить минимальный и достаточный уровень качества звука если вы просто видеоблогер если вы снимаете видео в помещении либо даже на улице вам может быть достаточно петличного микрофона который может быть как проводным как в моем случае так и беспроводным если вы к примеру записываете интервью где требуется звук сразу от двух и более участников то петличный микрофон будет записывать только одного участника то есть нужно будет либо два петличных микрофона делать что не всегда технически просто либо использовать внешний рекордер кстати сейчас для сравнения мы включим звук с внешнего рекордера это аппарат zoom h5 он в принципе позволяет давать хороший звук вне зависимости от окружающих особенностей в рамках небольшого помещения и даже на улице с ветрозащиты в принципе получается достаточно неплохой уровень такой микрофон хорошо подойдет для записи интервью либо если у вас нет петличного микрофона либо если вы проводите стримы вы можете использовать как микрофон для компьютера для записи стрима для проведения прямых эфиров также вы можете использовать оба варианта либо какой-то внешний микрофон который подключается к компьютеру что касается особенности петличного микрофона естественно для того чтобы удобно пользоваться таким микрофоном необходим фотоаппарат либо видеокамера оборудованная микрофонным входом далеко не у всех авторов каналов есть такая техника в особенности вы если вы снимаете видео на мобильный телефон либо на какое-то другое устройство не оборудованной микрофонным входом то соответственно использовать петличный микрофон будет проблематично его нужно будет подключать либо компьютеру либо к рекордеру для того чтобы записывать звук такой случай может выручить опять же вот такой рекордер который пишет в собственную память а затем в программе видеомонтажа вы можете синхронизировать звуковые дорожки наиболее это удобно делать в программе к примеру adobe premiere pro где через меню клип синхронизация вы можете в автоматическом режиме синхронизировать звуковые дорожки записаны непосредственно самой камерой на камерный звук и дорожки записанные внешним рекордером тогда вы просто отключаете ненужную вам звуковую дорожку и оставляете только качественный правильный звук что касается еще записи звука в условиях улицы если у вас нет беспроводного к примеру микрофона какого-нибудь там петличного микрофона либо вам неудобно брать с собой рекордер к примеру вы снимаете обзоры автомобилей вам нужно использовать какое-то решение которое будет без проводов чтобы вы не запутались и не слишком громоздким можно взять любую модель в принципе петличного микрофона подключить ее через специальный переходник к мобильному телефону от у данного микрофона аудиотехника идет в комплекте специальный переходник который позволяет подключать микрофон к устройствам не оборудованным специальным отдельным микрофонным входом умеющим к примеру вход для наушников таким образом через вход для наушников на телефоне можно подключить и микрофон и дальше при помощи программы звукозаписи программы диктофона записывать этот самый звук, чтобы в дальнейшем сводить его с накамерным звуком. Для чего делают многие вот такой вот хлопок при старте записи видео? Это делается для упрощения, для удобства сведения звуковых дорожек с разных камер. Вот сейчас мы записываем видео с трех камер и, соответственно, нужно будет синхронизировать запись с каждой из этих камер. Видеомонтажеру будет проще это сделать, если есть вот такой звуковой маркер. Хлопок получается резким, коротким и четким сигналом, который позволяет удобно синхронизировать звук, как при помощи программ, которые автоматом сводят звук, так и при помощи ручного монтажа, когда вы просто можете выкрутить максимальный масштаб и подогнать по вот этому резкому пику от хлопка на звуковой дорожке, сопоставить разные записи, чтобы они были синхронны, чтобы не было расхождения между видео и звуком, чтобы не было несостыковок при многокамерном монтаже в любой, в принципе, программе, которая позволяет выполнять такой монтаж. Поэтому главное правило звука. Запомните, что звук должен быть нормального уровня, нераздражающим. Ваши зрители могут отличить плохой, ужасный звук от нормального звука, но вряд ли они отличат хороший кристальный звук от обычного нормального звука, потому что половина зрителей, как минимум, скорее всего, смотрят ваши видео с мобильных телефонов, а там качество звука трудно сделать каким-то хорошим, качественным, действительно, они не заметят существенной разницы. И лишь некоторые проценты зрителей, которые используют действительно дорогие аудиосистемы, будут понимать существенную разницу в звуке. Поэтому не стремитесь оборудовать вашу комнату какими-то специальными звукопоглощающими, шумопоглощающими панелями. Просто делайте нормальный петличный микрофон, берите. Любой, в принципе, даже по цене не имеет значение. Будет он за 200 рублей, как у меня Rhythmix, с которого я провожу стримы, либо за 2500 рублей, как эта аудиотехника, либо за десятки тысяч рублей, как какие-нибудь топовые модели Sennheiser и так далее. Это все будет достаточный уровень для большинства каналов на YouTube. Они все будут давать нормальный, достаточный звук. Кроме того, обратите внимание на уровень записи, обратите внимание на шумы. Неправильная настройка звукозаписывающего оборудования может привести к тому, что звук будет очень тихим, и затем при повышении уровня в программах видеомонтажа вы будете получать шум. Постарайтесь избавиться от фоновых шумов. Во время записи выключайте звук на мобильном телефоне, выключайте звук на компьютере, чтобы не мешали уведомления от ВКонтакте, от Скайпа, от других прочих мессенджеров, и постарайтесь не записывать в шумной обстановке. Даже если вы уже привыкли к какому-то шуму, например, соседи делают ремонт, ваших зрителей может это раздражать. Если вы задумали какое-то видеоблогерское видео, на котором вы там, во время которого в течение получаса рассказываете какую-то интересную тему, и в процессе сосед будет долбить все время что-то перфоратором, ваши зрители вряд ли это оценят по достоинству, поэтому обращайте внимание на сопутствующие раздражающие факторы. Также примите во внимание, что если, к примеру, у вас стоит на столе рекордер, то нужно по минимуму стучать по этому самому столу, потому что звук будет передаваться на него, и таким образом будут возникать дополнительные паразитные шумы, помехи, которые затем могут оказаться очень неприятной неожиданностью в процессе монтажа, когда вы будете сводить звук и слышать, что все эти ваши движения руками по столу отражаются на качестве записанного звука и раздражают зрителей. Также не завышайте слишком сильно уровень чувствительности микрофона, его будет задирать, будут возникать разные хрипы, писки и так далее, когда слишком высоко поднят уровень записи звука на микрофоне. Заранее проверьте, как все пишется, оттестируйте, прослушайте, и после этого переходите уже к боевой задаче, то есть к реальной записи видео, чтобы потом не слить в пустую запись вашего видеоролика, не огорчиться от того, что вы писали все неправильно, теперь все придется переделывать. Лучше проверить, посмотреть, убедиться, что все работает, и тогда уже приступать. Еще один маленький совет, маленький лайфхак. Вот у меня на микрофоне аудиотехника, это проводный микрофон, ко всему прочему есть выключатель и есть батарейка. Сейчас покажу вот этот батарейный блок. Вот, собственно, вот этот элемент. Здесь находится переключатель, который позволяет включить или выключить микрофон, и тут же батарейка, поэтому нужно следить за двумя моментами. Во-первых, перед записью включили ли вы микрофон, это, в принципе, и камера показывает, но лучше проверить, что все корректно. И не забывайте менять батарейку, потому что полусевшая батарейка, либо полностью севшая, не позволит вам, естественно, нормально записывать звук. Ну и последний совет, если выбираете новый фотоаппарат, новую видеокамеру, то рассматривайте варианты, на которых, конечно же, есть микрофонный вход. Это существенным образом облегчит вашу жизнь, позволит сэкономить время при монтаже, не сводить каждый раз звук, а сразу подключать петличный микрофон, и уже тогда решать ваши задачи по записи звука. Теперь вы можете в реальности сопоставить, как по-разному воспринимается звук, записанный с разных устройств, и делать соответствующие выводы. Спасибо, дорогие друзья, делайте ваш звук достаточно качественным, чтобы он не раздражал ваших зрителей, но помните, что самое важное – это контент, фактор обнаружения и привлечения внимания к вашему видео. Тогда вас будут смотреть. А с вами я, Коно Ден. Спасибо за внимание, успешного видеоблогинга. Всем пока и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok